Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Вячеславовна Караваева, начальник управления социального развития администрации Одинцовского городского округа и Наталья Анатольевна Малашкина, начальник Одинцовского управления социальной защиты населения. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня пригласили вас в нашу студию не случайно. Сегодня, 1 октября, стартовал, открылся клуб «Активное долголетие». Программа губернатора стартовала еще в июне этого года, а вот презентация клуба была проведена именно сегодня. Хотелось бы поговорить, конечно, о этой программе, потому что на сегодняшний момент в нее вовлечено огромное количество, даже вот нельзя сказать пенсионеров, все-таки людей золотого, людей зрелого возраста. Мария, абсолютно с вами согласна. Я, как всегда, люблю начинать с цифр. Вот такого золотого возраста в нашем Одинцовском городском округе в настоящее время проживают более 60 тысяч человек. Но 70% это женщины. Ну, цифра внушительная, если честно, да? Такой прям целый город. Ну, практически, да, и даже не очень маленький город. И очень многие из этих людей хотят продолжать вести активный образ жизни, они хотят быть полезными обществу, они хотят быть востребованными, хотят общаться, хотят делиться какими-то своими мыслями. А вот для этого как раз и нужны объединения различной направленности. Кто-то, возможно, хотел бы реализовать себя в спортивном направлении, у него есть востребование заниматься йогой, скандинавской ходьбой, играть в теннис, шахматы, ходить в бассейн. Кто-то нацелен больше на творческое свое проявление здесь. И за студией были бы очень интересны таким людям нашим пение, может быть, театральное творчество. Но Наталья Анатольевна более подробно расскажет о том, какие социологические исследования провело Министерство социального развития и наше Одинцовское управление социальной защиты. Потому что в каждом центре творчества, библиотеках, домах культуры, спортивных наших учреждениях создаются места для того, чтобы жители золотого возраста могли прийти и заняться по своим интересам. Получается, эта работа, ведь нельзя сказать, что она не велась. Она была всегда. Но, наверное, так масштабно и так ярко и так интересно и насыщенно она была запущена именно в этом году. Да, вы абсолютно правы. Эта работа велась в Одинцовском комплексном центре социального обслуживания населения в рамках университетов третьего возраста. Приходили граждане пожилого возраста, инвалиды, занимались различными активностями. Но уже в этом году, вы знаете, у нас стартовал национальный проект «Демография». В рамках этого национального проекта реализуется региональная программа «Старшие поколения». И уже в рамках этой программы реализуется вот эта подпрограмма «Активное Подмосковье. Активное долголетие». И вот уже здесь были проведены серьезные социологические исследования. Все-таки, что более ближе, что интересует наших пенсионеров, какие виды активностей. И в результате обследования было выявлено 10 активностей. Это пение, скандинавская ходьба, занятия в бассейне, физическая культура, дыхательная гимнастика, ручное творчество, йога и танцы. То есть все эти 10 активностей… И это был именно запрос от жителей, от граждан. Да, от граждан. Помогали и дети, и сами приходили люди, говорили о том, что же им интересно. Еще туристические, конечно же, поездки различного уровня, в различные продолжительности. У нас теперь даже появился автобус, активное долголетие, брендированный автобус. И уже первая экскурсия сегодня состоялась. Но вот была отправлена первая группа в город Чехов. Да, безусловно. То есть это ведь все тоже в развитии вот этой программы. И вот, конечно. Важны вот эти социологические исследования как раз и поставили перед органами местного управления задачу создать вот такие объединения, которые будут работать с людьми золотого возраста, те, у кого женщины 55+, мужчины 60+. Конечно, сегодня первый автобус уехал в городской округ Чехов. И они там посетят Давидову пустынь и заедут в такое небольшое селение Талиш. Первые наши экскурсанты, вот они уже скоро вернутся, и нам очень интересно узнать их впечатление. Вот, 48 человек, плюс руководители. И такой автобус будет курсировать из Одинцовского городского округа каждую неделю. А маршрут уже разработан, Наталья Вячеславовна. Куда отправятся наши жители? Ну, я знаю, что это города Подмосковья, которые принимают участие в программе активное долголетие. Это и Красногорск, это и Долгопрудный, и Истра. В общем-то, очень многие города Подмосковья, они заявились, что они станут площадкой для нашего масштабного проекта. И получается, что у нас... А там вот внутри уже, когда приезжает экскурсионная группа, предусмотрен ли обмен опытом? Будут ли там внутри вот этих городов встречи? Потому что ведь это интересно, например, чем занимаются Одинцовские пенсионеры, да, и, например, в Зарайске. Может быть, у них какие-то... Нет, конечно же, разумеется. Потому что, например, посещение Одинцовского городского округа, да, это не только посещение музея, например, пушкинских мест исторических, да, но в том числе и новых, и современных, также обязательно в программе стоит и представление парка имени Ларисы Лазутиной, потому что это, естественно, из нового является достаточно серьезной активностью, чтобы люди тоже знали, что в нашем округе существует такое замечательное место, где можно отдыхать, где можно развиваться. И теперь гости могут и посетить, и мастер-классы по живописи. Это в качестве, да, самостоятельного, вот, обмена опытом, да, чтобы посмотреть все-таки, что же хорошего делается и на других территориях. Я бы хотела добавить еще, что наши экскурсанты поехали не просто так сами по себе в сопровождении, да, специалистов соцзащиты, они поехали в сопровождении экскурсовода профессионального, то есть который будет всю дорогу им рассказывать о достопримечательностях, тех мест, куда они едут, тех мест, в которых они проезжают мимо. То есть поездка будет вообще просто увлекательная, увлекательная и интересная. Я хочу подчеркнуть, ведь это все проходит бесплатно. Да, разумеется. Оно бесплатно для участников. Именно для участников, то есть бабушки и дедушки не платят ничего ни за экскурсии, ни за дорогу, ни, собственно, за занятия, которые проводят опытные инструкторы, опытные тренеры и в парке Лазутинка, да, и йога-студии. То есть это вот проект, чтобы был доступен для каждого. Да, плюс дорогу они получают даже легкий завтрак. Слушайте, у нас созданы просто все условия, хочется уже поскорее, наверное, окунуться в золотой возраст, как это бы, наверное, не банально звучало, да. Ну, действительно, жизнь сейчас наших пенсионеров стала очень интересной и увлекательной. Как попасть в проект? Как, где получить информацию? Нужны ли для этого какие-то документы, чтобы ты вошел в состав той или иной группы? Например, выбрал то или иное направление и присоединился уже? Ну, Мария, вы абсолютно правильно задаете этот вопрос. Нам сейчас надо масштабно рекламировать данный проект для того, чтобы как можно больше жителей данного возраста узнало о их возможностях. Безусловно, будут размещены у нас и постеры, и билборды о том, по каким телефонам звонить, где можно зарегистрироваться, насколько удобно это сделать в мобильном приложении смартфона. Вот, и там будут указаны все телефоны, электронные адреса, куда может заявить более продвинутый наш пенсионер и человек золотого возраста. Опять же, об этом могут услышать дети, внуки, правнуки и сказать, помочь бабушкам и дедушкам. Очень надеемся, что вы станете первым, да, таким активным. Да, 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 да. То есть расскажут об этой идее, об этом проекте, помогут зарегистрироваться. Можно ли сейчас получить информацию в управлении соцзащитной системы? Конечно. И вообще я бы хотела сказать, что для того, чтобы стать участником проекта, нужно иметь просто желание. Подойти в город Одинцово, если вы житель Одинцовского, города Одинцово, улица Молодежная, дом 18, 402 кабинет, взять с собой паспорт и просто сказать, я хочу заниматься вот такой-то активностью, ну, например, йогой. Да, вас обязательно зарегистрируют. Совместно с вами специалист поможет вам составить сетку занятий, в которой вы будете принимать участие, и все. Все, вы член нашего клуба. Мы вас ждем с распростертыми объятиями на любой, пожалуйста, тренировке. Мало того, человек имеет право заниматься ведь не только в одной секции. Вот я хочу ходить на танцы, хочу ходить на творчество, мне нравится рисовать. Пожалуйста, нет никаких запретов. Нужно просто совместить две активности, чтобы одна не накладывалась на другую, чтобы человек имел возможность посещать в один день, допустим, одну активность, другой день другую, либо утром одну и вечером другую. Нет никаких запретов, только ваше желание. Мы ждем всех при большом удовольствии. Ну, вот мне бы еще хотелось сказать, что помимо такого активного культурного отдыха, да, ну, в большей степени, скажем так, развлечений, да, для людей зрелого возраста, ведь в нашем округе есть возможность быть, вот как вы сказали в начале программы, очень полезным, еще и даже зарабатывать. То есть есть несколько некоммерческих организаций, которые предоставили нашим пенсионерам места, и, например, бабушки, я знаю, что прекрасно занимаются в мастерской серебряные годы, вяжут игрушки и даже что-то получают. И, конечно, вот в день пожилого человека они презентовали свои результаты прошедшего года. И те игрушки, те шарфы, которые были любовно связаны этими мастерицами, конечно, они радуют ребят и греют взрослых. Но здесь, наверное, самое главное – это возможность ощутить себя полезным, ощутить себя в окружении единомышленников. И они, когда приходят, как нам кажется, на вот такие встречи, они приходят именно для того, чтобы, наверное, пообщаться, ощутить теплоту человеческих сердец, которые рядом, вот на расстоянии вытянутой руки. Ну и, конечно же, то, что они могут зарабатывать – это очень-очень большой плюс. И к семейному бюджету. Опять же, да, говорим сегодня о том, что после 55 плюс у женщины, 60 плюс у мужчин, жизнь-то не останавливается. Нет, 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 в любом случае. Она, напротив, становится очень-очень интересной и активной. Вот если говорить об активностях, очень много спортивных направлений, были ли разработаны конкретно под эту категорию учеников программы? То есть, всё-таки ведь нагрузка должна быть рассчитана с учётом физических особенностей организма. Без специалистов, без профессионалов работать с данной категорией жителей наших – это очень-очень сложно, потому что здесь накладывает свой отпечаток и физическая возможность, и определённые запросы. Вот, поэтому спортивные секции, они, безусловно, должны быть реализованы только под наблюдением тренера-инструктора, который имеет чёткое профессиональное образование. И именно вот мы призываем заниматься в наших спортивных секциях, организациях, те, которые заявились как участники проекта, и, соответственно, они внесены в сетку, предлагаемую Управлением социального развития. И, конечно, Андрей Робертович чётко ставит задачу перед нашими специалистами открывать такие объединения, находить бесплатные места для того, чтобы, как правильно сказала Наталья Анатольевна, человек мог выбрать, где заниматься, в какое время. И здесь ещё есть один нюанс. Одинцовский городской обруг – это месторасположение таких объединений. Как раз хотелось спросить, да, транспортная доступность, она ведь тоже, наверное… Да, из Одинцова не приходилось ехать в Звенигород. Хотя такое тоже возможно, потому что пенсионеры, они у нас путешественники, они у нас очень многие, да, мобильные, и они могут выбирать не только вот в самом городе Одинцово, здесь нет привязки по месту жительства, весь Одинцовский городской обруг – это площадка для реализации интересов наших пенсионеров. То есть, если венеградские жители захотят принять участие и заниматься, например, скандинавской ходьбой в Одинцовском парке культуры спорта отдыха, они могут присоединиться. Конечно. А вот вы хорошо сказали про Одинцовский парк имени героя России Ларисы Лазутиной. Он станет базой, он станет основной площадкой вот этого клуба «Активное долголетие». И он станет центром притяжения различных массовых активностей. Вот сегодня, по поручению Андрея Робертовича, у нас просто был, во время того, как проходили мастер-классы по йоге, по скандинавской ходьбе, по рисованию, по танцам. Зумбу танцевали наши пенсионеры. И прекраснейший концерт был организован. В это время уже команда работала в режиме мозгового штурма. Какие еще интересные активности мы можем реализовать, используя как площадку парка имени Ларисы Лазутиной, нашего спортивного парка, так и других парков. И формы эти должны быть нестандартные, они должны быть интересные, они должны быть востребованы и позволять нашим жителям не только реализовывать себя, но еще и развиваться. Все-таки с июня проект масштабно в регионе стартовал, да, есть результаты, есть отклик. Что вам говорят участники этого проекта? Что вам говорят бабушки и дедушки? Потому что, конечно же, глядя на фотографии, видишь эти счастливые глаза, улыбки, они действительно сияют. Вы знаете, самое интересное, это то, что граждане заинтересовались. Они включились в эту работу и дают нам обратный отклик и обратные идеи. Однажды подошли ко мне и сказали, вот вы, Наталья Анатольевна, делаете упор на творческих бабушек, потому что у нас отличнейшая театральная студия при Одинцовском комплектном центре. И буквально 3 октября мы поедем на Рафаминск представлять Одинцовский район на фестивале «Роли главные наши». И там наши участники будут. Я говорю, а что бы вы хотели? А вот придумайте нам что-то такое, сказали они, чтобы мы смогли сделать. Мне кажется, они вам прямо бросают вызов. Да. И я им с места сказала, а вот я хочу синхронное плавание. Раз вы бабушки спортивные, значит, я хочу синхронное плавание. И что вы думаете? Я их поставила в тупик? Нет. Они мне говорят, мы готовы. У нас есть группа, которая занимается в Продинцовском комплексном центре социального обслуживания населения и посещает бассейн на старом городке. И вот эта группа подготовила композицию синхронного плавания. Какая у них была суша. Как они замечательно все отрепетировали под музыку. Было несколько команд. У каждого было свое задание. Это действие буквально шоу длилось более часа. Я думала, что они устали. Уже как-то все-таки достаточно серьезная нагрузка. И когда все закончилось, когда были вручены медали, награды, когда просто я восхитилась. Думаю, боже, сколько у людей придумки. Потому что мы все прекрасно понимаем, что все-таки они несколько ограничены в своих возможностях. Но синхронное плавание мы понимаем, что это несколько не так. Они мне говорят, а можно мы еще часок поплаваем? С удовольствием. То есть люди очень заряжены на положительный, на позитивный результат. И приводят вместе с собой на занятия точно таких же людей. Поэтому, конечно, наша задача, которую нам поставил губернатор, которую мы выполняем совместно с администрацией, это предоставить максимально возможное количество мест для активностей ближе к месту проживания заявителей, получателя социальных услуг. Ну, чтобы не было никаких препятствий. Да, абсолютно. Анатольевна говорит, бабушки, а ведь очень многие женщины вот такого возраста, они хотят реализовывать себя еще и как прекрасные леди. Поэтому я думаю, что здесь можно обратиться к нашим предпринимателям, к сфере бизнеса, может быть, какие-то парикмахерские, салоны красоты, готовы также принять участие в этой программе и приглашать на бесплатные консультации, на бесплатное обслуживание наших участников клуба «Активное долголетие», делать их еще более выразительными и интересными. Ну, клуба достаточно такие, без самой перспективы. И есть куда развиваться, это только старт, но за плечами вы с собой берете огромный багаж. Конечно. И очень бы хотелось бы также обратиться к руководителям фитнес-центров. Пожалуйста, найдите свободное время и пригласите наших пенсионеров для занятий акваэробикой. Они будут просто счастливы. В любом случае, Наталья Анатольевна, Наталья Вячеславовна, вот вы сейчас обращаетесь и к бизнес-сообществу, и к салону красоты, и к фитнес-клубу, да? Если говорить о том, вот, например, на нашу программу сейчас, посмотрели, куда обратиться предпринимателю. Он хочет поддержать проект, он хочет войти в этот клуб и предложить какую-то активность, еще раз подчеркну, бесплатную активность для людей зрелого возраста. Он может обратиться как ко мне непосредственно в Одинцовское управление социальной защитой населения, так и в Управление социального развития Одинцовского городского округа Наталья Вячеславовна. Да, и мы дадим телефоны. Это 495-596-14-29, это Управление социального развития. И 593-44-56, Управление социальной защиты. Я думаю, что отклик должен быть наден. Мы очень на это надеемся, мы верим в это. Спасибо вам огромное. Будем следить за тем, как будет дальше развиваться клуб активного долголетия, который совсем недавно презентовали в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Заряжайтесь от людей золотого возраста, да? Следуйте и к примеру. Да, сколько хочется больше делать. Действительно, ну получаешь необыкновенную энергетику, вот видя, как люди радуются, как это, видимо, заряжает и их, и нас. То есть получается такой вот взаимообмен энергиями. Очень хочется всех вас видеть на наших занятиях. Давайте дружить, давайте искать новых друзей, учиться новому. Это всегда полезно и всегда правильно. И всегда интересно. Спасибо вам за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания.